Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы Много в прошлой жизни блудил с женщинами, исповедался, «Однако не отпускает мысль, что кто-то по моей вине мог сделать аборт. Как быть?» Действительно, грех блуда влечет за собой грех человекоубийства, которым являются и аборты, и какие-то рукоприкладства по ревности и отчаянии, когда в результате преданности плотским страстям человек впадает в отчаяние, и уже ему и жизнь немила, рядом с грехом блуда стоит грех человекоубийства. Осознавать это и оплакивать свои былые прегрешения нужно пожизненно, хоть исповедуемся мы во всяком грехе однажды, если не повторяли какой-то конкретный тяжкий грех, то нет необходимости повторять его на исповеди, но укорять себя во всю оставшуюся жизнь за допущенные тяжкие согрешения является вполне приличным и даже необходимым содержанием внутренней жизни христианина. И помня в том числе о том, что это вовсе не веселая прогулочка, плотские согрешения юности, не какое-то романтическое и теплое весеннее воспоминание, а причина, быть может, и убийства нерожденных младенцев, и каких других злоключений временных и вечных, жертвами которых становились те, кого, может быть, мы называли любовниками, или свое отношение к ним с этими плотскими развитиями отношений именовали любовью, но это оказалось, конечно же, вовсе не любовь, а лишь эгоистическое похотное чувство, которое сеяло вокруг себя разруху душевную и телесную, и всякое духовное разорение вплоть до смерти. Удаляясь от самого греха, получав прощение в таинстве исповеди, для изглаждения из души последствий греха надлежит всеми силами послужить противоположному этому греху добродетельному служению. И тот, кто крал, говорит апостол, впредь не кради, но раздавай свое. Кто прелюбодействовал, тот теперь воздерживайся, и тогда, когда можешь в законных плотских отношениях состоять с боговенчанной супругой твоей, а то и вовсе воспользуйся образом жизни, удаленным от лиценного пола, который предоставляют нам обители наши православные. И таким образом, устанавливая в душе своей порядок, желанный Богу, мы, изглаждая грехи юности и те, в которых покаялись, делаем свою душу свободной и от того унылого чувства о нашей многой виновности по ясной причине помилования от Господа, которое душа переживает ярко, ясно и веселится, как дитя на руках матери, которая его любит и простила. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.